Одним из первых указов Садыра Джапарова после избрания президентом стал указ о новой государственной политике. В рамках этого указа предполагается отбор на ответственные государственные, руководящие административные должности через конкурс, который по требованию президента должен проводиться прозрачно. Основными критериями при этом служит оценка профессиональных качеств, образование и незапятнанная репутация. В первую очередь человек, претендующий на госслужбу, должен быть гражданином Кыргызской республики возраста 21 года для государственной службы и в муниципальную службу от 18 лет, иметь высшее образование. Также он должен знать нормативы о правовую базу. Если компьютерное тестирование определяет знания кандидата законов, то конкурсная комиссия, состоящая из членов государственной кадровой службы, ветеранов госслужбы и представителей экспертного сообщества, на собеседовании определит умение претендента применять эти навыки на практике. Кандидаты, прошедшие отбор, зачисляются в резерв кадров. В настоящее время, согласно постановлениям правительства Кыргызской республики, имеется три резерва кадров. То есть, первый – это национальный резерв кадров. Там лица составят на главные и высшие должности. То есть, главные должности – это заведующие отделы категории должностей и начальники управления. В высшую категорию должности входят же рукоаппараты и статс-секретари. Вторым же резервом является региональный резерв кадров. Региональный резерв кадров, согласно постановлению 65-го от 1 марта, это резерв кадров на должности акимов и их совместителей. И последним одним из резервов является внутренний резерв кадров, который формируется в госорганах и муниципальных органах. Государственная кадровая служба при появлении вакансии уведомляет резервистов. Они, в свою очередь, должны в течение пяти дней подать документы. Все конкурсанты на равных условиях сдают тесты и идут на собеседование. Программа «Келячек» направлена на построение эффективной кадровой политики и обеспечение социальным пакетом государственных служащих. Она позволит усилить работу по подготовке и переподготовке кадров, в том числе в рамках международного обмена опытом. Мы прекрасно знаем, что есть аналогичные программы в соседних странах. Это программа «Балашак» в Казахстане и программа «Умид» в Узбекистане. Там эти программы показывали хорошие эффекты при подготовке и переподготовке кадров. Она будет способствовать постоянному процессу повышения квалификации кадров. Таким образом, госслужащие будут всегда готовы реагировать на современные вызовы. По оценкам специалистов, с переходом на парламентскую систему правления именно кадровая чехарда стала одной из причин политической нестабильности нашей страны и последовавшей за этим проблемы с экономикой и социальным развитием. С переходом на парламентскую систему правления, к сожалению, сильная кадровая политика была утеряна, потому что она была политизирована через фракции, через партии. И даже появился специальный термин «устуканизация всей исполнительной власти». Поэтому сейчас настало время по-новому взглянуть на кадровую политику. Это, конечно, банально, но кадры реально решают все. Поэтому сейчас уже и в обращении президента после подписания Конституции тоже эта тема задета, и она акцентирована даже. Алмазбек Акматалиев уверен, что кадры нужно отбирать по принципам меритократии. Это должны быть достойные образованные люди с ценностями, присущими государственному служащему. И время требует, чтобы уже сегодня такие люди пришли работать на государственную и муниципальную службу. В противном случае все инициативы президента рискуют так и остаться на бумаге, ведь именно люди будут решать поставленные задачи. Нурбек Иманов, Чингис Джумагула, Фалато, 24.